Здравствуйте! В эфире новости автозвука. На прошлой неделе компания Sony выпустила магнитолу с очень мощным встроенным усилителем и очень странным дизайном. Очевидцы утверждают, что на переднем панели магнитолы, так же, как и на печально известной Lada Vesta, отчетливо видно букву Х. Мы попросили Александра выйти из новогоднего запоя и дать комментарий по поводу этой магнитолы. Сначала Александр сказал, цитирую, идите нахуй со своим эксплойдом. После он проявил интерес, потребовал 1300 рублей за обзор и согласился. Всем привет! У нас сегодня один из самых ожидаемых обзоров. Очень часто спрашивали вот эту магнитолу, именно эту, потому что это новинка от Sony со 100-ваттным усилителем. Ну, типа 100-ваттным. У нас в предыдущем обзоре были пионеры. С таким же точно усилителем, заявка у которого в 4 Ом при 14 вольтах 28 ватт. Это заявка производителя. Маркетинговый ход это или что? Какие ваты подразумевают, когда пишут 4 по 100? Я не знаю. Когда писали 4 по 50, это было 15 ватт. Сейчас у нас почти 30 и пишут 4 по 100. Есть DinoTest американский. Они снимали с него мощность. Порядка 40 ватт они сняли. Я не знаю. Ни о чем мне это не говорит. Я ездил к Лёше. В прошлом видео об этом уже говорил. Он смотрел эти магнитофоны, дал экспертное заключение. Мы сошлись в мнении, что как бы то ни было, действительно он будет лучше играть при большей громкости. Там, где 4 по 50 вот эти магнитофоны старые начнут хрипеть, этот будет играть еще чисто и приятно. То есть запас по мощности у него больше. Цель сегодняшнего обзора понять, почему Sony дороже, чем пионеры. Он дороже почти в 2 раза. Стоит там от 13 до 15 тысяч, в зависимости от места, где вы будете покупать. Ну и какой курс будет. Я уже правда с курсом боюсь цены какие-то фиксированные говорить. На момент просмотра он может быть стоить уже будет и 20. Посмотрим, что он имеет в плане обработки звука. Посмотрим удобство, посмотрим комплектацию. И конечно, как он дружит с айфонами. У этого магнитофона очень красивая реклама. И там мужчина едет с девушкой по городу, они слушают овалы. Он нажимает кнопку мегабасы, овалы играют еще круче. И во всем видео фигурирует почему-то Android. Ну, есть догадки почему. Может быть потому, что Sony выпускает свои мобильные устройства. На именно этой платформе, а iOS у них как бы конкурент. Проверим и Apple обязательно тоже. Начнем, конечно, как всегда с изучения упаковки. Они обычно самые интересные комиксы рисуют. Коробка красивая, информативная, без каких-либо излишеств. С фронта сбоку. А вот сзади у нас тут действительно комиксы. Вернемся к ним позже. Давайте по порядку. X-Plot. Я не знаю, что это такое. Я даже попробовал загуглить. Понятия не имею, что это. Технология или вот нигде не сказано. Кто знает, напишите, что такое X-Plot. X-Plot появился еще во времена моей молодости, когда я только начинал увлекаться автозвуком. Появились там были Sony D-Bus, а после них пошли Sony X-Plot. Вот эта технология, из-за которой вот этот вот X-дизайн и пошел. Я уверен, что даже дизайнер Lada Vesta его стырил. Чем-то он ему понравился. Вот эта буква X, которая отслеживается в дизайне Sony. Ну вот, кто знает, что такое X-Plot, напишите. Дальше Max Power 100 Вт на 4. Три выхода предусилителя. РЦа выхода 5-вольтовых. И это круто. Это здорово, что их три. Здорово, что они 5-вольтовые. Но, насколько я знаю, у него нет полноценного кроссовера. Постараюсь разобраться. Если он есть, то этот Майтофон может встать в один ряд с Pioneer 80 и Alpine 195. Если же кроссовер тут не полноценный, то это большой провал. В такую бошку не добавить полноценный кроссовер. И не встать с флагманами рядом. Так, iPod USB, SongPel. Это вот приложение, которое... Типа вчерашнего Pioneer ARC, этот APREMOTE, APRADIO, да? Вот что-то в этом роде. Это вот SongPel. Я не знаю, работает ли он только с Android или с iPhone. Тоже разберёмся, посмотрим. Так, Bluetooth и OneTouch Connection. Подключение одним касанием. Мне интересно, что это. Я пока не знаю, что это. Разберусь. Сбоку у нас практически всё то же самое указано. Добавлено ещё, что у нас динамическая иллюминация. Ну, цвет меняется динамически. Выбирается. Короче, с подсветками здесь тоже всё в порядке. У нас в комплекте пульт и микрофон для громкой связи. Всё, больше ничего не указано. Магнитола собрана в Таиланде, так же, как и пионеры собираются в Таиланде. И сейчас вот здесь посмотрим. Тут очень много букв. Я не хочу читать их все. Вот интересная только надпись вот здесь. Best Matching Speaker. Динамики, которые лучше всего... А ну, вот и по-русски перевод сразу. Наиболее подходящий динамик серии XB. Ну, вы понимаете, да, как они пришли к этому заключению? Они послушали эту магнитолу вместе с динамиками Mystery, Pioneer, Prology и вот именно Sony, вот именно серии XB. Лучше всего к этому мейтофону подходят. Поэтому верьте обязательно таким надписям. Здесь нарисованы эти же динамики XB. Почему-то установлены в стёклах и в задней полке. Так, дальше у нас очень много всего. У нас... Давайте вкратце посмотрим. Голосовое управление с помощью программы SongPel. Bluetooth вот этот, OneTouch Connection. Sound and Color Synchronization. Синхронизация звука и цвета. Это, наверное, круто. То есть он, как эквалайзер, должен мигать в такт музыке. И здесь, что он играет. У меня флешка со вчерашнего теста до сих пор здесь лежит. На ней WAV, MP3, VMA и FLAG. Проверим. Sound, звук. Тут у нас куча улучшайзеров всяких. Clear Audio Plus. Advanced Sound Engine. Digital Sound Enchacement Engine. Короче, куча улучшайзеров. Расширяемость. Передний AUX. Передний USB. Три выхода предусилителя. Волкман. Кто-нибудь помнит ещё, что такое Волкман? Их много сейчас, Волкманов? Это, по-моему, был ответ Sony и Apple на iPod. Но что-то у них как бы пошло. Но не так масштабно, как iPod. И другие преимущества. USB High Charge. Это зарядка высокоамперная. Видимо, тут есть Quick Browser. Быстрый поиск по песням. Короче, вот вы видите, что отличает Sony от Pioneer. Pioneer, я не знаю, мне кажется, так лучше продаётся. То есть человек зависнет и будет читать. И он на каком-то из этих этапов поймёт, что вот эта функция мне нужна. То есть он всё читает. У него куча улучшайзеров. К нему подключается всё, что угодно. У него какие-то куча программ, подсветка. Он дружит с андроидами. И вот у него динамики есть какие-то, которые к нему можно подобрать. И это рекомендация от компании-производителя. Вот так вот надо продавать. Это круто. Ну, в плане продаж круто. Конечно, ну, может это не очень нужная информация. Но, если я зависну возле Pioneer, айфон, андроид написан, аукс и флешка. И вот это вот всё богатство. Я почти уверен, в пользу чего покупатель сделает выбор. Ну, правда, это и метафон чуть-чуть из другой ценовой категории. Теперь давайте откроем. Хвост обычный, но здесь мы видим провод питания. И масса выходят отдельно. Не подходят к штекеру в магнитофон. А в магнитофон у нас дополнительный кабель вместе с фильтром и предохранителем на 15 А. Если я не ошибаюсь. Соответственно, мы из сети автомобиля получаем плюс и массу. И не в общем штекере магнитофон это получает, а через дополнительные провода. Сейчас достану магнитофон, покажу вам, как это подключается более наглядно. Так, у нас есть панелька. Сейчас мы его включим. Я буду её троллить. Вы уже поняли, за что. Ровод для громкой связи. Сама магнитова. А, нет. Вру, ещё пульт есть. И вот он, магнитофон. Также не видим никаких переключателей. Но обращаем внимание на радиатор. Хороший, массивный сбоку. Именно здесь находится усилитель. Вот эта микросхема. 4 по 100 Вт. И видим разъём для питания. Внушительный достаточно. Обычный разъём у нас. По нему магнитола отдаёт ремот. Получает АЦЦ. То есть включение по замку зажигания. Провода акустические на колонке. Иллюминейшн. Всякое дерьмо. А питание сделано отдельным проводом. Такой массивный кабель. А эти провода уже идут к сети автомобиля. Я рекомендую, если вы не уверены в сечении проводов, которые идут после этого штекера. Которые уже идут у вас в автомобиле. Продублируйте лучше. Возьмите вот этот плюс и минус. Прямо вот здесь. Рубаните их. И возьмите от аккумулятора напрямую. Ну и всё равно не послушаетесь. И вонзите вот этот штекер. Или к прикуривателю прикрутите. Сзади вот шнурок для МИК-ИН. Для микрофона. Антенна. Три пары РЦА 5-вольтовых. И управление на руль видимо. Ремонт контрол какой-то. Больше сзади у нас ничего нет. Ну это классно. Раньше такого не было, согласитесь. Может где-то какие-то очень редкие модели. Такое дублированное питание. Более серьёзный подход к высокомощному усилителю. Чему Пионер. Хотя. Ну возможно это ничего не даст. В плане воспроизводимой мощности. Но подход. Это хороший. Очень хороший подход. Люди понимают. Что раз питание магнитола отдаёт больше. Значит оно будет больше потреблять. Лучше продублировать питание. Сделать более массивным. И дорожки на плате. Мы смотрели. Тоже с Лёшей разбирали. Когда этот мой магнитол. Он сказал, что питание реализовано лучше. Чем у Пионера. И он сказал, возможно это не будет ни на что влиять. Но как я уже сказал. Подход гораздо более серьёзный. Чем у Пионера здесь. Первое, что бросается в глаза. Отличная подсветка. Очень приятная. Цвета выбираются как угодно. Отдельно кнопки. От дисплея. И можно выбрать предустановленные уже цвета. Можно выбрать цвета самостоятельно. Сорс очень необычно выбирается. То есть после нажатия кнопки Сорс. Можем крутилкой выбирать источник сигнала. А не переключать. Можно и кнопкой нажимать её последовательно. Переключать источники сигнала. Можно крутилкой. И вот когда мы зашли. У нас появляется вот этот мерзкий звук. При нажатии на кнопки. Ему как-то отключать надо. Давайте первое, что бросилось в глаза. Вот этот вот OneTouch Connection. Или как там. То есть я сейчас хочу подключить Bluetooth. Включаем. Вот он ищет доступное устройство. Пока ничего не ищет. Так. Ну тут у нас FM стоит. Да, может надо включить. Bluetooth Audio. Включили. Пишет. Нет устройств. No device. Так и пишет. Так. Видимо надо зайти в меню. Bluetooth. Вон он увидел. Не сразу. Так, ну я сейчас предварительно поигрался с ним, чтобы что-то вам показать. Если честно, натрахался. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. У меня всё это гораздо больше времени заняло изначально. Во-первых, о OneTouch Connection здесь речи никакой нет. Может это на Android там что-то сделано. Но у меня не получилось сразу найти в Bluetooth устройствах этот магнитофон. Он здесь не отображался. Пока я не зашёл вот сюда в меню. Bluetooth. Пэйринг. Вот он начинает моргать. И тогда он вот здесь появился в списке. То есть он не появлялся сразу. То есть тут не OneTouch. Тут ElevenTouch. Дальше. Установил программу SongPel вот эту. Вот он его сейчас не видит. Пишет. Для воспроизведения требуется подключение Bluetooth. Так, попробуем переключить источник. Так, Bluetooth мы переключили. Пишет нет устройств. Почему нет? Мы только что видели, что мы... Ага. Всё, он не подключён. Сейчас мы подключимся. Подключено. Теперь вот этот SongPel должен, по идее, работать. Но он этого не делает. Проверим внешнюю программу. Кто спрашивал, какая программа у меня для воспроизведения музыки. Вот LazyTool называется. Вот. Музыка есть. Его SongPel, родное приложение, не работает. Надо нажать, наверное, на кнопку повторной синхронизации. Сейчас попробуем так. Угу. Так, всё, он теперь увидел. Сейчас. Приложение музыка можем запустить. И всё. Дальше у нас тормозит. То ли iPhone, то ли гонитофон. Приложение музыка у меня уже запустилось раз. А сейчас вот такая фигня. Почему так, я не знаю. Сейчас я попробую его закрыть. Так, он потерял связь с этим SongPel. Нажмите кнопку домой и подсоедините Bluetooth через экран настройки. Он у нас вроде ещё подключён. Попробую нажать опять повторную синхронизацию. Вы видите, что вот я трахаюсь с программой. Вот, теперь она заработала. Я заметьте, переключаюсь на магнитофоне и оно переключается на телефоне. Это прикольно. И ещё здесь есть такая вещь, как настройки. Отсюда можно, например, мега-бас включить, выключить. Вот видите, он включается и выключается на магнитофоне. Включить функцию Clear Audio и баланс отрегулировать. И что-то ещё тут можно делать. Сабвуфер уровень поменять отсюда же можно. Это прикольно. С телефона можно управлять дисплей. Также можем отрегулировать цвет кнопок. Что-то он не меняется. А, надо готово нажать. Теперь поменялся. Так, и как же нам послушать музыку всё-таки? Она должна же играть. Это же iPod музыка. О, теперь запустилась. Так, музыку он играет. Можно ли ей управлять теперь из приложения? Блядь, он опять потерял его. Опять что-то не получается. Подсоедините. Сейчас нажмём. Вот почему он теряет всё время связь с магнитолой? Это не хорошо сделано. Ну, может, и я что-то где-то ошибаюсь. Я вышел в приложение музыка, зашёл обратно. Вот он связь потерял. Что мне делать? Я, может, хочу кнопок цвет с айфона поменять, а у меня тут не настроена связь. Bluetooth подключено устройство. Подключено. Вот тут вот он пытается законнектиться ещё раз. Вот, подсоединился. Сейчас попробуем в виде эксперимента опять музыку. И обратно. И болт. Ну, это странно. Я не знаю, может, это так задумано. Вот сейчас быстрее нашёл. Сейчас попробуем тюнер. Тюнер вот работает. Слайдер не работает. То есть, чтобы вернуться, надо дотянуться до стрелочки. Ну, в принципе, удобно, но пионеровское приложение мне больше понравилось. Оно проще и удобнее. Хотя вот это намного функциональней. Но тут косяк, что он теряет каждый раз с ним связь. Сейчас мы посмотрим, если просто выйти из этих приложениях какое-нибудь. Ну да, вот он каждый раз, когда выходишь из приложения, он теряет связь. То есть, это хуйня. Ну, как бы это хорошо, это красиво, это удобно. Но вот это вот мелочи, её не доработали. Я, может, не туда нажимаю. Но смысл в том, что вот я законнектился через вот этот SongPel. Приятель песенный. А он не такой уж и приятель. Он каждый раз какие-то неприятности доставляет. Это банан. Короче, поехали дальше. Вот этот надо дорабатывать. Так, флешка. Тут прикольно сделано. Сдвигается вот так вот, чтобы её вставить. И смотрим. Определил сразу USB. Сразу включил песню. MP3. Так, ну он все форматы прочитал, которые вчера прочитал PIONEER. Поэтому тут у нас проблем нет. Он всеяден. И это здорово. Не отстану я от этого приложения просто так. Сейчас я попробую с него поуправлять USB. Нет, он его опять не видит. Сука. Коннекция вот законнектился. Так, у нас здесь есть вот USB. Громкость. Херово регулируется. Надо так постоянно тыкать. Ползунка нету. Ну вот вы же не будете так делать, правильно? Вам же удобнее будет дотянуться до магнитофона. Сделать громче и тише. То есть здесь вот это погано реализовано. Пауза работает. Перемотка работает. Ну как поменять папку я не совсем понимаю. Вот так. Ну это классно сделано. Мне нравится. Приложение управлять было бы классно, но много косяков. И вот это вот нагромождение. Помните как было в ERC PIONEER? Там две кнопки на весь экран. Тут вот видите. Просто захламление такое. И кнопками, иконками. Короче, дорабатывать это приложение нужно. Хотя, ну, в целом, мне вот задумка очень нравится. С громкой связью я тут поигрался. Не буду вас загрузить излишней информации. Хорошо работает телефон. Можно там по последним вызовам позвонить. Проблем с этим нету. Как бы по громкой связи вообще никаких нареканий. Отлично работает. Передавайте смотреть, что он умеет по звуку. Если честно, меня пугало вот меню сначала. Ну, быстро привык. Никаких неудобств тут нет. Перемещение очень удобное. Интуитивно понятно расположено меню. И самое главное, что я хочу сделать, это отключить этот блядский бик. Он очень бесит. Вот, все, слава, был. Сити, клок, бип, все. Джейнерал у нас нет ничего. Саунд. Мегабас мы можем включить или выключить. Clear Audio. В общем, это всякие улучшайзеры. У них есть какие-то свои предустановки. Думаю, это там элементарный подъем баса какой-нибудь. Просто эквалайзер. Типа Loudness. Loudness может в пионере что-то. Почитайте. Я, если честно, читал, забыл, что она делает. Что-то делает. Ну, ничего там, никаких революций в мире звука не произошло. Это обычные улучшайзеры. Clear Audio это тоже, по-моему, типа Sound Retriever что-то. То есть, какие-то пережатые форматы обратно восстанавливает и так далее. Дальше у нас эквалайзер. Ну, вот у нас R&B, Rock, Pop. Можем поставить пресеты какие-то. Можем настроить вручную. Position. Это у нас временные задержки. Они здесь очень упрощены. Здесь мы не можем настроить их самостоятельно. Мы можем выставить позицию и чуть-чуть дорегулировать. То есть, мы ставим, куда делать задержки. Front, left. Вот, например, передний левый пассажир, значит. И немножечко подвинуть центр. Чтобы, если чего-то не хватает. То есть, никаких глубоких настроек, временных задержек нет. Но какое-то подобие временных задержек здесь есть. Сабвуфер также мы можем отодвинуть дальше в багажник. Рядом это типа где-то нормал. Ну, это вот когда он в задней полке в багажнике. В общем, это, я так понимаю, плавная регулировка фазы. Но только здесь она ни хера не плавная. Вы просто ставите близко, далеко от вас сабвуфер. И он, соответственно, задерживает звук относительно саба на какое-то время. Чтобы он у вас не локализовался в багажнике. Баланс, фейдер. Вот этот Digital Sound Enchism Engine. Вот этот движок там какой-то. Ну, вот это и есть там тоже улучшайзеры. Включайте, слушайте. Лучше с ним играет. Оставляйте. Мегабас. Что-то вроде Media MX. Media Expander. Вот Alpine. Меняет звук в очень приличном. Он компенсация какая-то, по сути. Ничего примечательного. А вот интересная вещь. У нас вот этот Rare Bass Engine или Enchancement. Не Enchancement, наверное. Она у нас делает вот, что мы... Послушайте. Задний канал начинает играть не всю полосу, а играет как сабвуфер. Сейчас я баланс уберу, чтобы было слышно это. Фейдер. Слышите, да? Блядь. Вот кнопка, она такая западлая. Ее нажимаешь и поставишь. Я столько раз уже, блядь, слово сказал. Я каждый раз по привычке вместо кнопки меню нажимаю на эту кнопку. Он начинает включать неуправление голосом по блютузу и музыку обратно не включает. Она на паузе. Надо нажать play. И тогда она начинает играть заново. Надо отключать эту функцию очень удобную. Вот по этой кнопке вызов. Блютуз аудио. Вот. Когда мы поставили вот этот RR Bass, чем 1, 2, 3 отличаются, не знаю. По-моему, 3 как бы чуть громче вроде. Какой-то вот AllJaser, типа он вытаскивает низкие частоты заднего канала. Но это еще не все. Мы можем здесь настроить срез. Вот он ниже 60, и у нас сейчас не играет. То есть тупо как сабвуфер играет. Ну, то есть задним динамиком, овалом в полке или саб, если вы подключите к нему, умудритесь мостом к акустическим проводам, попробуйте кто-нибудь, напишите, получилось у вас или нет. Я не хочу этим заниматься. Но по идее вот при этой мощности уже там слабенький сабик подключить можно. Попробуйте, можно вот этой функцией сделать задний канал и будут играть как саб. Саб же при этом остается на своем отдельном меню. И вот это мы сейчас регулируем именно сабовый канал, который выходит по предусилителям, не акустические провода. Выбивает динамик тоже. Дурь есть. Это я к одному каналу подключил. Попробуйте там мостом, я не знаю, или к двум катушкам два канала, если вам хочется этим заниматься. Но я всегда рекомендую лучше купить усилитель. На саб хотя бы, не надо, с магнитолы. Потому что вот, ребята, честно, я с ней чуть-чуть поигрался, она особо не играла. Вот этот вот радиатор, он очень горячий уже. Ну, прям так вот ощутимо некомфортно. У меня прям как обжигает почти. Майтофон очень не кисло прогрелся. Если вы подумаете, то он в простое так прогрелся. Если вы будете тащить с него сейчас там какие-нибудь 30-40 ватт, еще и наклипуете, то я боюсь, вам не нужна эта температура у вас в парпризе. Самую важную вещь еще сейчас не сказал. У него фильтр высоких частот один на все каналы. HPF до 120 Гц. А это печаль. Давайте выводы по порядку. Коробка понравилась. Молодцы маркетологи. Вот не купить его невозможно. Если у вас есть там 12-15 тысяч рублей. Очень с большой вероятностью купитесь на этот майтофон. С другой стороны, вот этот дизайн в стиле Хе. Я понимаю, что эксплот и все такое. Но мега-бас, большая кнопка посередине. Мне очень понравился чей-то комментарий. Кто-то и меня затроллил, и Sony одновременно. Написал, при нажатии кнопки мега-бас начинаются деструктивные воздействия на кузов. Но так и есть. Это вот отдает антиавтозвукам, овалами и всем таким. Я понимаю, что это имеет место быть. Но Sony первыми начали вот этот идиотизм. De-bass, эксплот. Придумывать какие-то крутые названия. Ну, в принципе, все придумали. Но у Sony они всегда были какими-то вот алиповатыми, непонятными. Какими-то коммерческими. Если пионер там придумывали Optical Digital Reference. Такие названия крутые. Sony какие-то. De-bass, мега-бас. Ну, вот мне лично это говорит о том, что мы хотим как компания больше продать. Мы рассчитываем на незнание потребителя. Мы подбираем громкие слова и так далее. Правильно с точки зрения продаж. Ну, вот как человек недалекий от автозвука. Мне не нравится. Мне не нравится дизайн, мне не нравятся вот эти названия. Это все отдает безвкусице какой-то что ли. Вот карбоновая панель. Кому они думали установить в машину этот магнитофон? То есть я понимаю, что там у человека в карбоне тачка, да? Или там в салоне что-то карбоновое. А если у кого-то под дерево салон? Или кожа? Ну, зачем делать морду карбоновую? Можно было хотя бы сделать это опционально. Они, насколько я знаю, все из карбона. Дальше по всеядности. Тут все нормально и очень быстро читает. И все форматы, которые я вчера пионеру скармливал. Он все прочел. Флаг, ВАВ, ВМА, МП3. Все читает. И тут вопросов нет. Дальше новая фишка с приложением. Становится это модно сейчас. Каждый производитель пытается сделать приложение. Управлять с айфона магнитола. Или наоборот с магнитола айфоном. Вот здесь она... Вот я вчера показывал ERC, да, в прошлом обзоре. Пионер. Там она мне очень понравилась. Она моментально коннектится. Она очень простая, быстрая, эргономичная. Здесь охеренный функционал у нее. С нее можно настраивать временные задержки. С нее можно настраивать звук, подсветку. То есть делать вообще все. И как бы прикольно сидеть с айфоном, управлять магнитолой. Но почему каждый раз, когда выходишь из приложения, он теряет связь с магнитолой? Непонятно. Блютуз у меня тоже не сразу законнектился. Тут вопросы есть. И тут смешанные чувства. Это хорошее приложение. Многофункциональное. Но его надо дорабатывать. Оно не работает пока как надо. И интерфейс надо дорабатывать. Вот эти вот кнопки громкости. Ну кто их будет сидеть нажимать плюс-плюс? Может я там что-то, какой-нибудь ползунок не увидел. Но почему сделаны ли вот эти вот кнопки малюсенькие плюс-плюс? Удобнее с магнитолой в любом случае регулировать. Тыловые каналы настройки прикололи. Вот эти там поиграйте с ними. Что такое 1, 2, 3? Я не знаю. Почитайте его в CarMuse, в блоге. У меня понимание четкое из того, что они отрезают. Они включают фильтр низких частот для заднего канала. Вы можете использовать их как сабвуфер. Причем порезать на разной частоте, разным порядком. Все остальное. У меня вот такое ощущение, что там сидели люди, говорят. Да уже никто в звуке не разбирается. Нахер нам делать полноценный фильтр высоких частот. Давайте на все каналы сделаем 120 Гц. Все похуй. И нафига чем лучше туда всяких вот этих ААЦ, ББЦ, Энджайны, Энчайнсменты, Мегабасы. Ну понятно, что вот человек, потребитель, который пришел в магазин, он не знает, что такое HPF. И никогда, скорее всего, этого не узнает, пока наш канал не посмотрит. А вот что такое Мегабас, ему как бы понятнее, эту кнопку нажал. Короче, мы здесь видим плод маркетинга. То, во что превращается автозвук. Это хороший магнитофон, но его испортили те, кто ни хера не понимает в звуке. И надо это признать. То есть я представляю, что есть компания Sony, где есть и аудиофилы, где есть и технари, которые понимают, как работают кроссоверы какие-то. Но есть и маркетологи, которые говорят, купите эту микросхему, она уебищнее, но мы добавим туда какое-нибудь крутое название и продадим еще в три раза больше магнитол с меньшими затратами. Когда вы стоите у оргчарта, вы читаете презентацию, и перед вами там какой-нибудь совет директоров, или просто баджет-холдер они называются, да, человек, который распоряжается деньгами. Если вы это красиво скажете, покажете в конце две цифры, затратим столько, получим столько. Ни один, блядь, баджет-холдер никогда не скажет вам, поставьте там, где фильтр лучше. Он скажет, делайте так, как сэкономите. Вот так крупные иностранные компании и работают, они уходят все больше в сторону экономии средств, больших продаж. Конечно, там есть люди вовлеченные, они стараются исправить ситуацию, они стараются сделать лучше звук, но деньги они всегда главные. Отличный пример для меня компании, еще не испорченной количеством, пока еще занимающейся качеством, это Альфар. То есть там вот решения принимаются так, мы потратим много, получим лучше, делайте лучше, пусть потратим много. То есть там сейчас стоит человек у руля, который теряет свои деньги, и он сейчас создает имя компании, он сейчас реализует там какие-то свои амбиции, то есть у них на первом месте идет качество. И вот я всегда, сколько я присутствовал там при принятии решений каких-то там, общался с руководством, с работниками, у них вот решения никогда не принимаются, так что давайте больше сэкономим, больше заработаем, то на первом месте стоит качество и то, что понимают люди, которые разбираются в автозвуке, вовлеченные люди. Вот здесь, к сожалению, мы видим NVIDIA, Eldorado. Я не говорю, что это плохой магнитофон. Сейчас рынок, который существует, это одно из самых лучших головных устройств, по сути. Но оно и рядом не стояло там с тем, что было раньше. И вот для меня офигенный вопрос, почему они не сделали развитый кроссовер. Сюда добавить кроссовер, по сути, только в этот магнитофон, и он становится с флагманами, со 195-м Алпайном и с 80-м Пионером. Их было бы трое, этот магнитофон до них не дотягивается. И вот если бы вы меня спросили, я бы купил Алпайн. Если бы у меня было 15 тысяч, я бы купил Алпайн. Было бы 20, я бы купил Пионер 80, но я бы не купил этот Sony. Хотя мне очень он понравился, очень хорошо собран. Есть, что гораздо лучше, чем и в Пионере, и в Алпайне реализовано. Но мы забыли изначально, для чего этот магнитофон задумывался. Встроенный усилитель, высокомощный. Здесь я его рекомендую к замене. Но в отличие от Пионеров, которые мы вчера рассматривали, он стоит в два раза дороже. Конечно, вы получаете сменную подсветку, три пары РЦА. Но на кой хуй вам три пары РЦА, если вы берете магнитофон с встроенным усилителем высокой мощности? Охеренный вопрос, да? То есть, они сделали эту магнитолу, пихнули туда крутой усилитель. Зачем делать три пары РЦА? Кого они хотят завлечь? То есть, они решили, что мы и вот в этом сегменте, и вот в этом сегменте поборемся. Нет, люди, которые ставят магнитолу без усилителей, без проводов, они, как правило, экономят деньги. Автомобилист, который просто хочет поменять магнитолу, который экономит деньги, он не купит магнитолу за 15 тысяч. Он потратит на магнитолу 5, ну может быть 10. Я просто, у меня магазин автозвука, я примерно знаю, когда люди приходят покупать магнитолу для использования без усилка, сколько они планируют денег потратить. Никто не говорит, дайте мне магнитолу за 15 тысяч, она у меня будет стоять, играть без усилителя. Вот тут у меня огромное пожелание для компании Sony взять в штат людей, которые, ну, как бы не в теории разбираются в этом, а общаются с розницей, отслеживают продажи, смотрят хотя бы аналитику какую-то. Там, если Нильсон, или я не знаю, покупаете аналитику уже у кого-то. Я как человек, который работал долго в иностранных компаниях, был тесно связан и с продажами, и с маркетингом, вижу здесь устройство, которое просто получилось. Ну, я не представляю себе презентацию этого устройства, когда человек грамотный рассказывает, в какой сегмент оно предназначено, какие у него конкуренты. Это тут, как бы, вот, поставили, что есть, и подсветки, и иншайзеры всякие, и высоковольтные RCA зачем-то, и процесс, ну, встроенный усилитель повышенной мощности. Кому, для чего, я не знаю. Вот, для меня, как бы, очень смешанные чувства по этому устройству. Ну, в любом случае, вы вот открываете видео, хотите рекомендацию, рекомендация, берите Alpine 195, если у вас есть столько денег. Если у вас есть больше денег, смотрите на 80-й Pioneer. Этот магнитофон куда попал, я не знаю, но должен признать, он понравился мне качеством сборки, понравился вот этими улучшайзерами. Редкого покупателя этот магнитофон найдет, то есть, может, кому-то не понравится Alpine 195, да и не нужен кроссовер полноценный. Здесь очень просто реализованы временные задержки, есть вот эти вот улучшайзеры, им просто пользоваться. Ну, я думаю, продажи будут у этого магнитофона, но он не тянет на флагманы. Я рекомендую компании Sony добавить туда кроссовер, и это будет вот знаковое устройство, которого, в принципе, мы ждали, попадет в тройку флагманских устройств с полноценным процессором. Пишите, что вы еще хотите на обзор. Хватит мне писать про Alpine R-ку, будет тепло, сделаем. Я сейчас не готов пока R-ку потестить, ни по времени, ни морально. Давайте отложим R-ку, я обязательно сделаю обзор старых и новых R-ок, но это будет позже. Пишите сейчас, что интересно, что на рынке такого, ну, типа вот этого Sony, это очень интересный мафон, и мне было интересно с ним поиграться. И вот действительно та вещь, которую хочется купить, попробовать. Интересный магнитофон. Не забывайте про интерактив, пишите ваши комментарии. Я читаю все комментарии, вся наша команда читает, все учитываем. Спасибо за ваши 500 комментариев про мой грязный руль сзади. Я сам первый раз его увидел сзади, потому что камеру зафигачил на парприз. Я не знал, что там грязь, может, это даже не моя грязь, может, я глупил уже. Ну, кто там видит, что там сзади руля, я туда не залазил, не смотрю. Но вам все равно спасибо за комментарии. Также спасибо, вот я все комментарии читаю, там, кто коннекторы посоветовал, чтобы антиавтозвука не было и так далее. Спасибо вам огромное. А если бы никто не смотрел и не писал комментарии, вы не делаете видео, правильно? Я же их не просто так делаю, я их делаю для вас. И когда вы, ну, отвечаете как-то, пишете, понравилось, не понравилось, что улучшить, это, ну, это говорит о том, что я это делаю не зря. Короче, всем спасибо, всех с Новым годом и с наступающим Рождеством. Продолжение следует...